всем привет рад видеть вас на айзендер today точно так же как и в прошлом году а на самом деле и в позапрошлом и в позапозапрошлом компания huawei в пару к своим новым флагманам p30 и p30 про выпустил еще и третью модель облегченный p30 light и точно так же как и раньше облегченная модификация имеет мало общего с топами по части характеристик и чуть чуть побольше в плане дизайна зато стоит p30 light заметно дешевле если сравнивать с обычным p30 то разница в цене больше чем двукратная а вместо p30 про можно купить три вот таких вот p30 light если что то сравниваю я относительно цены в официальном интернет-магазине huawei по состоянию на тот момент когда я записываю этот обзор в этом видео говорим про p30 light смотрим чем пожертвовали ради снижения цены что оставили ну и конечно немного сравниваем с конкурентами садитесь поудобнее не забывайте ставить лайки если увиденное и услышанное вам понравится и приступаем коробка p30 light внешне оформлена точно так же как и упаковки флагманских версий самые заметные отличия это размер и отсутствие логотипа лейка внутри ничего необычного не оказалось но сам набор аксессуаров неплохой в него входят иголка для лотка sim кабель usb type-c зарядное устройство на 18 ватт то есть она поддерживает быструю зарядку а еще положили проводную гарнитуру с наушниками вкладышами на внешний вид зарядки внимание не обращайте это у меня просто версия для обзорщиков которую почему-то попал китайский зарядник в магазинном варианте будет нормальный адаптер на европейскую розетку внешне p30 light сферический смартфон первой половины девятнадцатого года в вакууме но по крайней мере так про него наверное написали на луркмаре кстати пишите сидел конечно этом сайте может быть до сих пор сидит в общем в нем собрали наверное все актуальные тренды так что через сколько-нибудь лет его вполне могут использовать в качестве наглядного пособия по эволюции дизайна гаджетов ну или что-нибудь подобное смотрите сами сзади у нас стеклянная спинка и тройной модуль камеры спереди экран с тонкими рамками вокруг и вырезом капелькой оригинальности мало но недостатком я бы называть не стал аппарат выглядят симпатично современно и наверное в чем-то даже солидно по крайней мере в черном цвете как у меня если черный для вас скучновато есть еще синий вариант с фирменным huawei вским градиентом хотя цена диктует свои поправки рамка под экраном довольно большая так что образуется заметный подбородок сам корпус пластиковый сзади кстати тоже скорее всего пластик потому что микроцарапины появились на нем буквально в течение первой недели в конструкцию расположения различных элементов хуауэй тоже не стали вносить какие-то нововведения все находится на своих местах сканер отпечатков пальцев расположился на спинке наверное это и к лучшему потому что подэкранные дактилоскопы середнячках пока не особо радует качеством и скоростью вспоминаем про galaxy a50 что касается сканера по 30 light он работает и быстро и стабильно нареканий к нему нет вообще заряжается аппарат через разъем usb type-c и это к слову одно из его немногих отличий от более дешевого он r10 и про который я уже недавно рассказывал что приятно от разъема на три с половиной миллиметра отказываться не стали и еще один момент про который хочу сказать отдельно huawei p30 light одна из тех моделей в которых дополнительный микрофон находится довольно близко с лотком для sim если отвлечься то можно нечаянно засунуть в него иголку и повредить так что будьте внимательней экран в p30 light сделан на базе привычной айпи с матрица и уверен многим это понравится сказать про него что-то этакая я не могу хороший качественный дисплей но чем-то особенным на фоне конкурентов да и на фоне смартфонов самой huawei с близкой стоимостью он не выделяется его диагональ составляет 6,15 дюйма при разрешении 1080 на 2312 пикселей это дает плотность примерно 415 точек на дюйм так что никакой рыхлости или зернистости нет картинка живая и четкая с яркостью тоже порядок запаса хватает чтобы пользоваться аппаратом на улице в яркий день и без особых проблем различать что находится на дисплее настройки экрана стандартный для смартфонов huawei а это значит что возможностей там довольно много разумеется есть модный режим защиты зрения который снижает количество излучения синего цвета его можно включить на постоянной основе или по собственному расписанию цветовую схему дисплея тоже можно отрегулировать под себя имеется несколько заводских вариантов плюс возможность ручной калибровки по части характеристик новый p30 light типичный актуальный середнячок от huawei или она по большому счету у него точно такая же начинка как и например у onr 8x который вышел еще в прошлом году и собственно ничего удивительного в этом нет потому что с момента появления kirin 710 huawei не выпустила ни одного нового чипа для смартфонов средней категории а пользоваться решениями других производителей процессоров qualcomm или mediatek китайцы по какой-то причине не любят таким образом у нас в очередной раз сочетание восьмиядерного kirin 710 с графикой mali g51 и 4 гигабайт оперативной памяти зато встроенной памяти под хранение файлов и установку приложений в этой модели целых 128 гигабайт хотя пользователю конечно доступны поменьше как вы уже поняли в железной части никаких новшеств смартфона huawei не было уже давненько но кое-что все равно появилась вместе с переходом на android 9 китайский вендор добавил свои смартфоны режим повышенной производительности он включается в настройках и после этого смартфон начинает работать чуть быстрее подробный тест эффективности этого режима я выкладывал совсем недавно ссылку на него оставлю в описании если кратко в играх и особенно бенчмарках прирост действительно есть в ускоренном состоянии huawei p30 lite вполне справляется с pubg на высоких настройках без просадок и других неприятных явлений правда того же нельзя сказать про world of tanks blitz там все же лучше остановиться на средних но это то что касается именно игр в обычных повседневных задачах смартфон отлично ведет себя и без этого режима работает huawei p30 lite батарей на 3340 миллиампер час мне этого хватает примерно на 6 7 часов работы экрана при моем графике это обычно полный день с утра до позднего вечера если более менее экономится то можно растянуть на полтора дня но на два дня работы уже точно рассчитывать не приходится по звуку хочу отметить внешний динамик он здесь один никакого стерео нам не полагается но играет он очень громко и при этом чисто правда где пользоваться этой громкостью я лично особо для себя не нашел потому что внешним динамиком пользуюсь ну наверное только когда смотрю youtube за завтраком вы можете в комментах написать какое применение вы находите внешнему динамику будет интересно почитать ваши сценарии в наушниках я ничего особенного не услышал обычный android смартфон без каких-то там явных провалов и достижений в общем думаю подавляющему большинству будет вполне достаточно железо железом но без софта но будет бесполезным работает huawei p30 lite под управлением android 9 пайс фирменная оболочка это huawei который называется эмоушен юай и в данном случае тоже имеет версию номер девять про одну из главных фишек свежий эмоушен вы я сказал чуть раньше если кто-то уже забыл то это режим повышенной производительности в остальном отличие от предыдущих версий не так уж и много они есть конечно но по большей части косметические и добавляет их huawei без лишней спешки с одной стороны это хорошо любой владелец смартфона huawei или honor последних лет трех-четырех будет чувствовать себя привычно и с новым аппаратом с другой сейчас дизайн и стиль системы уже выглядит немного старомодно как бы то ни было с точки зрения возможностей функциональности настроек по кастомизации все в полном порядке изменение сетки значков возможность включить или убрать меню приложений жестовое управление это все имеется работает система стабильно без зависаний тормозов и других проблем набор камер в huawei p30 light полностью совпадает с таковым у honor 10 а и так что если уже видели мой обзор десятки то можете смело немного проматывать вперед к примеру фотографии сзади установлен модуль из трех камер первая на 24 мегапикселя и апертурой 182 на 8 мегапикселей и широкоугольной оптикой с апертурой 2 и 4 3 камера по сути вспомогательная с разрешением всего 2 мегапикселя и она нужна чтобы смартфон мог точнее определять расстояние до объектов и благодаря этому более качественно делать снимки с размытием фона фронталка 1 разрешение у нее 32 мегапикселя апертура 2.0 качество снимков днем мне понравилось детальные с хорошими цветами и почти всегда точным балансом белого ширик очень выручает если надо сфотографировать здание или какой-нибудь памятник который целиком на основную камеру не влезает то как по 30 light снимает вечером мне тоже понравилось это конечно не уровень по 30 или какого-нибудь другого флагмана но для смартфона в районе 20000 рублей достойно плюс фирменный ночной режим иногда может очень здорово вытянуть кадр а иногда нет тут каждый раз надо проверять индивидуально кстати оригиналы всех фото лежат в облаке а ссылка на облако в описании под роликом переходим к видео пример кстати по 30 лайту достался повышенной сложности как видите наверное идет дождь так что никакого яркого солнца сочных красок и так далее но в общем посмотрим что получится записывать он умеет максимум full hd разрешение за то как на 30 так и на 60 fps сейчас я стою на месте давайте теперь немного пройду и сразу хочу сказать уже немного поснимал до этого удивительно неплохая стабилизация как по меркам середнячков от huawei раньше у китайской компании с этим в этом ценовом сегменте было вообще все очень плохо ну и давайте посмотрим на скорость автофокуса очень неплохо и кстати еще учитывайте что дождь в дождь капли попадают на экран и часто бывает смартфоном не так просто сфокусироваться для связи в huawei p30 light предусмотрена поддержка двух sim карт правда лоток комбинированный то есть во второй слот можно вставить либо карту памяти либо вторую симку не для всех это будет недостатком но можно было бы и не жадничать в остальном все отлично есть nfc и поддержка двухдиапазонного вай фай по качеству работы всех коммуникаций особо сказать нечего связь ловит хорошо вай фай сигнал не теряет подключение по bluetooth тоже стабильная по крайней мере с моими наушниками сяоми подводить итоги начнем с самого главного стоит p30 light 22 тысячи рублей как уже говорил по сравнению с флагманами 30 семейства это довольно таки немного но вообще конкурентов за эту цену у тридцатки довольно много в первую очередь тот же honor 10i который немного попроще но и стоит дешевле не будем забывать и про galaxy a 50 от samsung который тоже стоит дешевле и при этом мало в чем уступает p30 light а кое в чем наверное даже и превосходит короче говоря нельзя сказать что п30 light однозначный must have за свою стоимость это хороший приятный гаджет и если вам нравится смартфон от huawei или понравилась конкретно эта модель то можно покупать смело это не будет ошибкой или плохим выбором но если явных предпочтений нет то имеет смысл посравнивать с конкурентами и там уже определиться какие особенности какого аппарата лично для вас важнее если обзор понравился то поставьте лайк и подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые видео как всегда жду вас в комментариях и всем пока